МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конец недели. Корреспондент ОРТ готов рассказать, чем запомнится эта пятница. В эфире программа новостей дня в студии Наталья Мороз. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Патриотическое воспитание, субсидии для дачников, выделение автомобилей, скорой помощи. Новое решение областного правительства. Защита проектов, новые контракты и международный форум готовятся подвести итоги. Меморандум о сотрудничестве, новые рабочие места и ремонт школы, рабочая поездка главы региона на Восток области. Остались в живых выпускники Багрусланского летного училища. Спасли более 200 пассажиров самолета. Что такое поза и почему медвежью лапу ставят на свадебный стол в самой интересной традиции мордовского народа. Настрой только на победу. Оренбургские футболисты сегодня встречаются с командой из Сочи. После резонанса в СМИ отремонтируют оренбургский противотуберкулезный диспансер. Такое решение сегодня озвучили на заседании правительства области. На эти цели из областного бюджета планируется выделить 7,5 миллионов рублей. Потоп в оренбургском противотуберкулезном диспансере. Эти кадры сначала будоражат общественность, а после заставляют чиновников принимать срочные меры. Мощный ливень обрушился на Оренбург в июле. В результате прорывает ливневую канализацию топ-диспансера. Полностью затоплен второй этаж и частично первый. Теперь эксплуатация крыши запрещена. Смета на выполнение капитального ремонта 7,5 миллионов. С 1 мая находится на госэкспертизе. Сегодня мы ожидаем ее получения. Ремонт предусматривает снятие старого покрытия, замену ливневой канализации, установку нового покрытия. Она будет мягкая? Нет. Нет. Скатная? Да. Хорошо. Проект капитального ремонта кровли Оренбургского противотуберкулезного диспансера члены правительства поддержали единогласно. Работы планируется начать в конце лета. О других темах заседания правительства расскажем в вечернем выпуске новостей. Сейчас материал готовится к эфиру. И продолжение темы. Глава региона Денис Паслер побывал с рабочим визитом на востоке области. В Орске он посетил предприятие Орскнефть и Орксинтез. В Кундуке проинспектировал ход ремонтных работ социальных объектов. Также обсудил с главой администрации вопросы модернизации коммунального хозяйства. Все подробности далее. Знакомство с предприятием Орскнефть и Орксинтез началось с экскурсии по производственным объектам. АНОС входит в десятку лучших нефтеперерабатывающих заводов страны. Постоянную работу здесь имеют 2300 арчан. Акционеры предприятия намерены провести масштабную модернизацию. Это строительство установки коксования. Это выведет завод на другой уровень. Это практически за минусом потерь и технологического топлива. 100% практически будет глубина переработки. Выход светлых 85%. Это будет один из ведущих предприятий Российской Федерации. Между правительством Оренбургской области и инвестором подписан меморандум о сотрудничестве. Планы по модернизации позволяют трудоустроить полторы тысячи строителей. А также это дополнительные налоговые поступления в бюджет региона. Следующий пункт рабочей поездки главы региона – город Кувандык. Здесь полным ходом идет подготовка социальных объектов к новому учебному году. Пятая общеобразовательная школа уже давно требует капитального ремонта. Здание 1963 года постройки. Пока школу удается поддерживать в порядке. Его отопить невозможно уже несколько лет. Это для того, чтобы помочь. А что с предписанием для вас? Есть предписание для отопления и электрика. Потому что электрику никто не трогал с момента строительства школы. Что? Ограждение. Ограждение. В аварийном состоянии в Кувандыке – центр творчества и досуга. В здании ежедневно занимаются до 200 человек. Выслушав просьбу творческих коллективов о срочном ремонте, глава региона дал поручение принять меры. С руководством администрации Кувандыка Денис Паслер обсудил насущные проблемы в сфере ЖКХ. Округ в 2019 году получил 9 миллионов рублей субсидий. Больше, чем другие территории. Но средств все еще недостаточно. Сетевое хозяйство несет большие потери из-за отсутствия учета. Денис Паслер советует изучить опыт коллег. Ознакомиться в Оренбурге, как это сейчас делается. Просто, чтобы взглянуть. И пойти в эту сторону. Начать заниматься. Это все можно сделать до конца года. Увидеть какой-то результат. За первый фактор, соответственно, можно сделать нормальный гидравлический расчет. 3-4 месяца достаточно для локальной зоны. Ну и подготовиться к мероприятиям следующего года. Коммунальщики просят увеличить субсидирование из бюджета. Но глава региона отказывается давать дополнительные средства. Необходимо просчитать проект, который позволит сэкономить. Бюджетные средства требуют подробного обоснования. Поясняет Денис Паслер. Татьяна Штылер, Семен Воробьев. Новости дня. Сегодня последний день работы деловой программы Международного форума. Участники уже успели не только провести ряд интересных встреч, но и защитить грантовые проекты. Готовы ли ребята проститься с Оренбургской площадкой? Смотрите в следующем материале. Алмат Исмогулов из Казахстана. Его главное хобби – путешествие. В свои 23 года объездил несколько десятков стран. В России не первый раз. Признается, приехал на форум из-за творческого кризиса. Мне нужно было какое-то вдохновение, пинок, так сказать. И поэтому я сюда приехал. Этим я уже зарядился. И теперь надеюсь, что когда приеду в свой родной город, в свою родную страну, что действительно сделаю свою страну лучше. В последний день деловой программы важная и сложная тема – безопасность интернет-пространства и цифрового технологического прорыва. На сцене спикеры из компаний мирового масштаба. Крупнейшие производители делятся с участниками планами и особенностями работы. Такой формат общения позволяет заводить не только дружеские, но и деловые отношения. Познакомилась масса народа. Но в частности, например, готовим теперь совместно проект с Болгарией. Ребята из русской общины болгарской приедут к нам в Турцию проводить детский кукольный спектакль. Очень много интересных лекций, встреч со спикерами. Вчера к нам приезжала Мария Захарова. Мы говорили о взаимодействии на международном уровне. Международный молодежный форум «Евразия Глобал» продолжает свою работу. Впереди еще несколько дней увлекательной программы. Сегодня большой этнокультурный праздник. Вячеслав Камп и Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Уже сегодня вечером участников форума, а также гостей города ждет большое событие. День народов Оренбуржья отметят в национальной деревне. Этнокультурный праздник станет тематической площадкой Международного образовательного фестиваля «Евразия Глобал». Начнется он в сквере имени Юрия Гагарина большим концертом в программе выступления национальных творческих коллективов. Здесь же в парке будут размещаться этно-аллеи, галереи, литераторов, селфи-фотозоны. А в подворьях комплекса «Национальная деревня» ремесленники покажут мастер-классы по созданию эксклюзивных сувениров. Горожан познакомят с национальной библиотекой, где каждый сможет попробовать себя в поэтическом батле. В программе праздника демонстрация фильмов, совместное создание арт-объекта и флеш-моб. Закончится вечер большим хороводом. В Оренбургской области насчитывается 126 национальностей. Планируется, что в Дне народов под открытым небом примут участие тысячи человек. Самые интересные и яркие моменты праздника телезрители ОРТ смогут увидеть в это воскресенье, 18 августа, в 10.35. Не пропустите. Ну а далее вас ждет реклама, после которой продолжим. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Остались в живых. Выпускники Багрусланского летного училища спасли более 200 пассажиров самолета. Что такое поза и почему медвежью лапу ставят на свадебный стол в самой интересной традиции мордовского народа? Настрой только на победу. Оренбургские футболисты сегодня встречаются с командой из Сочи. Остались живы. Выпускники Багрусланского летного училища спасли более 200 человек. Экипаж совершил экстренную посадку самолета в кукурузном поле. Причиной стали птицы, которые попали в двигатели воздушного судна. Командир Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурдина пассажиры назвали героями. Среди вами экипаж. Авиакомпания Уральской линии их считает героями, которые сегодня спасли жизни 226 пассажиров. Умелые действия и сложную работу экипажа отметили и в Росавиации. За плечами командира экипажа Дамира Юсупова более 3000 часов налетов. На крыло он стал в Оренбургской области, где в возрасте 32 лет поступил в Багрусланское летное училище. Посадить самолет помогли уроки и тренировки. Мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, во-вторых, когда уже падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет. Напомним, в четверг утром 15 августа пассажирский самолет Аэрваз А321 после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Всего на борту самолета было более 230 человек. Авиакатастрофа обошлась без жертв. В Кремле поступок экипажа тоже назвали героическим и пообещали наградить. И возвращаемся к национальной теме. В четырех школах в Осикеевском, Багрусланском, Северном и Абдулинском районах мордовский язык изучают как родной. В Багруслане работает музей мордовской культуры. Действует 79 творческих коллективов. Наша съемочная группа заглянула в мордовское подворье в национальной деревне. О том, чем встречают гостей за праздничным столом во время народных праздников, расскажем прямо сейчас. Так звучит приветствие по-мордовски. Экскурсовод музея быта и этнографии Надежда Жарикова – потомственная мордовка. С детства помнит, как родители почитали традиции. Их дом всегда был полон гостей, а стол ломился от угощений. Но всегда встречали караваем. На столе всегда, чтобы был соль и хлеб – это гостеприимство и богатство этому дому. Вот кто-то, если зашел, без угощений или даже без чая никогда не отпустят. Поэтому я горжусь за свою нацию, что народ у нас такой гостеприимный. Мордва всегда любила плотно и сытно покушать. Всевозможная выпечка, мясные деликатесы, овощи и пряности – Все блюда мордовской кухни просты в приготовлении, но все же славятся уникальным вкусом и непередаваемым ароматом. Самое известное второе блюдо – это автонь медат или медвежья лапа. У мордовцев есть легенда. Женихи, прежде чем взять невесту в жены, должны были доказать, что они настоящие мужчины и достойны своей избранницы. Для этого нужно было сходить в лес на охоту на медведя. И в качестве доказательства своего подвига должны были принести на свадебный стол лапу медведя. Сейчас блюда из медвежатины, конечно же, никто не готовит, но традиции остались. Рецепт незамысловат. Попробуем сделать свою медвежью лапу. Берется печень со свининой, пропускается через мясорубку, добавляется лук, яйцо. Потом вот из этого фарша мы сделаем такую овальную котлетку. Планируем ее в сухарях, потом в яйце. Затем отправляем в духовку всего на 10-15 минут. И вот медвежья лапа готова. Аромат невероятный, но чтобы она превратилась в настоящую лапу, украшаем ее ноготками. Говорила, она подается с овощным гарниром. Вот мы миксуем, сложим зелень. Порежем туда огурчиков. Ни одно застолье у мордвы не обходится без сладкой выпечки. Сегодня на десерт готовим цукорост или мордовские пончики. Для этого нужно дрожжевое тесто. Фритюр. Ну вот наши пампушки готовы. Вот они приобретают такой золотистый цвет. Приятный аппетит. На мордовском столе обязательно должна быть поза. Это напиток, похожий на квас, но приготовленный и сахарной свеклой. Нарезанная свекла заливается водой и сутки томится. Затем добавляют ржаную муку, дрожжи, сахар и хмель. Интересно, что хорошая поза готовится в традиционной печи. Сделать ее на современной кухне не получится. А теперь о спортивных новостях. Матч Оренбург-Сочи открывает сегодня программу шестого тура российской футбольной премьер-лиги. Наши футболисты и болельщики ждут только победы. Отступать некуда. После пяти туров Оренбург, клуб открытия прошлого сезона, замыкая турнирную таблицу, набрав всего одну очко. Это при том, что во всех матчах наши смотрелись ничем не хуже соперников. Забили пять мячей. Главной проблемой является, очевидно, недоукомплектованный в составе всего 19 игроков. Руководители клуба обещают скорейшее изменение ситуации. В ближайшее время мы должны обрасти игроками. Это несомненно, потому что у нас маленькая обойма. И команда требует серьезного качественного усиления. Нужны, как говорится, решительные меры. В самое ближайшее время, думаю, что у нас все-таки появится пополнение в виде квалифицированных футболистов. Усиление будет, но выигрывать нужно уже сегодня. У сочинцев. Позитива должна добавить вчерашняя победа молодежной команды Оренбурга над Южанами. Первая в розыгрыше. Футболисты настроены при поддержке болельщиков сделать все возможное для достижения результата. И в заключении выпуска о погоде. В эти выходные оренбургцы смогут насладиться солнцем. Так что выезды на дачу и пикники за город можно смело планировать. По прогнозам синоптиков областного гидромедцентра, суббота и воскресенье обещают быть жаркими. Практически на всей территории области температура воздуха превысит отметку в 30 градусов. По данным областных синоптиков, выходные будут малооблачными без осадков. Ветер западный, 7-10 метров в секунду. В восточных и северных районах чуть холоднее. Начало следующей недели также порадует жаркой погодой. Столбик термометра поднимется до отметки в 33 градуса. Ночные температуры составят 18-20 градусов тепла. Специалисты отмечают, что такая погода на территории области будет сохраняться всю следующую неделю. Такой запомнится эта пятница. Вернуться к обзору новостей и быть в курсе последних событий жизни региона вы можете вместе с нами. Заходите на наш официальный сайт media56.ru. Он доступен 24 часа 7 дней в неделю. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошо отдохнуть и набраться сил перед новой рабочей неделей. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин